Друзья, и снова здравствуйте! Очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. И сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень вкусного нежного салатика. Такой салат готовится с простых ингредиентов, но получается нежный и необычный вкус. Поверьте, этот салат на вашем праздничном столе разойдется одним из первых. И начнем с того, что нам нужно замариновать лук. Две средних вот таких вот луковицы или одну большую нарезаем тоненькими четверть кольцами. Добавляю соль, сахар и бальзамический уксус. Его можно заменить и на 9%. Все хорошо перемешиваю и заливаю водой так, чтобы вода покрыла лук. Оставляю буквально на минут 15-20, чтобы он промариновался, а тем временем подготовлю все остальные ингредиенты. Из мяса я буду использовать домашнюю запеченную буженину. Конечно же, можно использовать и отваренную куриную грудку, и копченую грудку. Но мне очень понравилось сочетание домашней буженины. Кстати, как я ее готовлю, будет ссылочка в описании под этим видео. Соленую брынзу я нарезаю также небольшими кубиками. Стараемся этот салат весь нарезать примерно одинаковыми небольшими кубиками. Брынзу желательно брать соленую, тогда будет такой контраст салата. Салаты собирала в таких небольших порционных салатницах. И первым слоем выкладываем мясо. Поверх мяса идет маринованный лук, который я отжала от лишней жидкости. Делаем небольшую сеточку из майонеза. И выкладываем яйца. Яйца я также нарезала небольшими кубиками. Майонез можно заменить и на сметанный соус. Но, как по мне, с майонезом этот салат вкуснее. Дальше идет у нас брынза. Поскольку у меня брынза соленая, я салат не подсаливала. И когда салат уже собран, я нарезаю помидор. Помидор нарезаю вот таким вот образом. Но если вы будете собирать салат в один большой салатник, тогда помидоры можно нарезать просто четверть кольцами. Или же взять помидоры черри и нарезать кружочками. Тоже будет очень красиво и еще вкуснее. Выкладываю помидор вот таким вот образом. Посыпаем немножечко зеленью и все, салатик готов. Очень вкусный и нежный салат у нас получился. Его можно поставить на стол как сразу, так и на следующий день. Ну что ж, мои дорогие, вот такой вот простой, но в то же время вкусненький салатик у меня получился. Моя семья оценила. Если вам понравился такой рецептик, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Я буду очень рада. До новых встреч. Всем пока и приятного вам аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok